Продолжение следует... Меня зовут Артём Гарин и я являюсь представителем молодёжного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая. Сегодня наша лекция будет посвящена первому в истории России кругосветному плаванию Ивана Фёдоровича Крузенштейна и Юрия Фёдоровича Лесянского, в особенности их пребывания в океании. Лекции организованы в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия-Океания 19-21 века» при поддержке фонда президентских грантов. Прежде чем поговорить о первом в истории России кругосветном плавании, нам необходимо разобраться, что есть такое океания. Океания – это уникальный регион в южной части Тихого океана, где располагается более 25 тысяч островов, общей площадью более 8 миллионов квадратных километров. Несмотря на то, что изначально масштабы океании могут показаться сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии до южно-ангельканского континента. Говоря о масштабах региона, для более детального представления важно отметить, что самое крупное государство океании – Папуа-Новая Гвинея – по своим размерам превосходит Германию. Всего в океании расположено 13 независимых государств, куда также входят Папуа-Новая Гвинея, Соломоновые острова, Вануату, Фиджи и примерно столько же самонаправляющихся территорий, принадлежащих Австралии, Новой Зеландии, Франции и Соединенным Штатам. Считается, что еще 60 тысяч лет назад острова океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанистских народов берет свое начало из Юго-Восточной Азии. Океанию принято делить на три историко-культурных ареала – Меланезию, Мигранезию и Полинезию. В начале XIX века СССР организовала первую кругосветную экспедицию под командованием Ивана Федоровича Кузеншерна на шлюпе «Надежда» и Юлия Федоровича Лесяцкого на шлюпе «Нива». Это плавание ознаменовало выход российского флота в открытый океан и также положило начало российским научным исследованиям и открытиям на просторах Мирового океана. Целью плавания было связать морским путем Русскую Америку с портами Балтики, а также установить торговые отношения с Японией и Китаем. В первом российском кругосветном плавании также приняли участие ряд мореплавателей и ученых, которые в будущем обретут большую известность. Это старший лейтенант или будущий адмирал Макар Атманов, меч в инфаде Биленс Гаузен, который в 1820 году откроет Антарктиду, и будущий руководитель двух кругосветных плаваний Отто Кацебу, которому на море от плавания было 15 лет. 7 августа 1803 года корабли «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта и прошли через Англию, Канавские острова, Бразилию, откуда через южноамериканский мыс Горн направились в океан. Затем корабли разделились. «Надежда» и «Грузенштейна» отправилась к Варкейским островам на остров Нокухива, а «Нева» Лесянского отправилась к острову Пасхи. При выходе в Тихий океан через мыс Горн в марте 1804 года из-за шторма корабли потеряли друг друга. Предвидя подобную ситуацию, капитана устроили встретиться на острове Нокухива. В середине апреля Лесянский успешно добрался до острова Пасхи, где русские моряки смогли увидеть живописный остров и знаменитые статуи Муаи, которые по сей день являются главной достопримечательностью острова. При встрече с островитянами русские мореплаватели обратились к ним со словом «тэл», что за местным языком означает «друг». Это сразу расположило местных жителей к русским морякам, и обе стороны отнесли друг другу очень текло. Этнографическую ценность также представляют подсчеты Лесянского по численности населения острова Пасхи, которое, по его мнению, составляло около полутора тысяч человек. Ну и после того, как запасы воды и продовольствия были пополнены, неба под командованием Лесянского отправилась к Маркизским островам для предполагаемого среди Дениса Крузенштерна. Шлюп Надежда, под командованием Крузенштерна, прибыл на остров Нукухиева 7 мая 1804 года. И с острова прибудил действительно мальчишескую радость у мореплавателей, когда туман роселся и шлюп проплыл вдоль южного берега острова. То есть Нукухиева представила всей своей действительно грозной красоте. То есть это были суровые лысые скалы, по которым спускались такие белоснежные водопады, и эти водопады падали в зеленые бесконечно красивые долины. И первым из островитян, который поднялся на борт Надежды, оказался англичанин Дайверт Робертс, который прожил на острове уже почти 7 лет. И согласно записи натуралиста Терезиус, он даже сделал себе своеобразные рога из волос, как что характерно для многих жителей Нукухивы. И стоит отметить, что позже Робертс напишет свои маркизские дневники, которые останутся забытыми на десятилетие, но все же позже будут опубликованы. Затем прибыла Канойя самого короля Накухивы, но прежде чем он вступил на борт Шлюпа, из Канойя выпрыгнул человек, подпел до кораблю, забрался на палубу и поприветствовал экипаж русской экспедиции словом «Бонжур». Оказалось, что это также был иностранец, только на этот раз француз по имени Жан-Батис Кабри. По записям оказалось, что Кабри запнул свой родной язык и даже улыбался уже как местный житель. Ну и наконец, из Кабри, на борт надежды поднялся к ролике Атануэ. И благодаря участникам экспедиции у нас есть уникальная возможность посмотреть, как он выглядел, потому что многие мореплаватели действительно описывали, но это были текстовые описания. А теперь у нас есть возможность посмотреть, как он на самом деле выглядит. На первом изображении он изображен на краю кануэ с верфью, а на втором изображении он уже изображен во весь рост. И согласно свидетельствам из экспедиции, ему было около 50 лет, он был статен, велик ростом. И когда он забрался на корабль, первое, что привлекло, это было без зеркала, к чему он ночью обрадовался, рассматривал себя, крутился, вертелся туда-сюда. И действительно, это его принесло большую радость. И для церемонии включения подарков корольки Атануэ и его брата Свита были приглашены к Рузенштейну в капитанскую кальюту, где русский мореплаватель подарил ему кусок красной ткани, которая обычно изготавливается крестьянами на дому, а Свита Короля получил куски парусины, ну и ножи, сделанные корабельным Кузнецом. Крузенштейн также подарил топор, зеркало королю, к чему он чрезвычайно обрадовался и вскоре оказался на берегу и показывал своему народу дольят Крузенштейна. На рассвете следующего дня, когда солнце стояло за высокими вершинами на Укухиво, то есть было очень рано, громкие голоса сотен добродушных островитян вокруг русского корабля пробудили русских моряков, а те возвестили их в своем втором прибытии, и после чего начались аргенты в армии, а некоторое время спустя и процесс полноценного исследования острова. 9 мая 1804 года на Укухиво прибавшили плева под командованием Лесянского, и всего русские моряки пробыли на острове Укухиво в 12 дней. За это время они установили трудственные отношения со стрелятья, получили несколько настоящих слов на Укухиво, подробно описали уникальную культуру местных жителей, а также запечатлению уникальной природы на Укухиво. И в целом, после этого, что у многих юбанцев, что у многих русских пореклам, у них остались приятные впечатления о путешествии этого острова. И на протяжении многих дней, уже после отплытия в Укухиво, участники экспедиции добавляли в свои дневниковые записи новые факты и новые впечатления о Укухиво, которые в них не было напомнить, пока они были на острове, и действительно это проводил у них живой интерес, и они увидели свои детские мечты из тех самых книг о путешествиях, о книгах о необитаемых далеких островах. Ну и от Маркизских островов, как мы видим, корабли Надежды и Нева расследовали на Гавайские острова, которые в то время назывались Сандвичевыми, и прибыли туда в июне 1804 года. По полной запасы еды, Грузинштейн отдул на Камчатку спустя два дня, а Леонид Федорович Лесянский задержался на Гавайских островах почти на неделю, и за это время он посетил даже место убийства английского капитана Джеймса Ука, который, собственно, открыл Гавайи в 1778 году, и погиб в стычке со Стравитяной в 1779. Шлюп Надежды пробыл в Японии, затем около полугода во время посольства Лизанна. Важно отметить, что после этого посольство Лизанна создаст русско-японский словарь, в который включат себя около 5000 слов, и затем корабли русские встретились в Макао, после чего через Кейтан расследовали в Кронштадт. Экспедиция Хрузинштейна и Лесянского имела, безусловно, большую научную значимость. Недалеко от Гавайских островов Лесянским был открыт одноименный остров Лесянского, который носит данные названия по сей день, были удалены с карт на существующие острова, уточнена береговая линия Северной Америки и Японии, а также были проведены ценные исследования температуры и солености воды в различных частях моркового океана. Безусловно, труды Ивана Федоровича Хрузинштейна и Юрия Федоровича Лесянского, изданные по итогам экспедиции, были переведены на многие югопейские языки, пользуются сейчас огромной популярностью. Таким образом, наш рассказ о путешествиях в первой русской кругосветной экспедиции в океане подошел к концу. Благодарим за просмотр, ждем ваших комментариев, вопросов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok